Норильский горно-металлургический комбинат Что? Атомный реактор? Это какой-то хуй! Нариск был самым передовым городом Советского Союза С большим трудом я нашел координаты этого объекта Вооружаюсь лозиметром и в путь. Надеюсь охрана не стрясет меня лампочку Я выехал на объект в ночь, так как ночью трассы меньше загружены технологическим транспортом Дорога проходила через никелевый завод, который был построен в нечеловеческих условиях И в 1942 году дал первую тысячу тонн никеля для танков Т-34 В 2016 году завод был закрыт из-за износа оборудования и для улучшения экологической обстановки в городе Некоторые цеха все еще работают, конечно же я заблудился в этом лабиринте технических строений Но спустя полчаса недружелюбный охранник, который задал мне кучу вопросов Я обшмотал мой рюкзак, все-таки показал мне выход на трассу Один из приятелей сказал мне, что на территории есть огромный бункер уходящий под недостроенное здание Вот он, когда-то он был открыт, но сейчас объект под замком И как официально попасть туда я еще не решил Каким-то случайным способом мой телефон перешел в режим полета Из-за этого я не смог пользоваться навигатором Катаюсь уже три часа по этим техническим дорогам Связь здесь не работает, но я знаю он где-то рядом Хорошо, что я сохранил фотографию со спутника и уже попытался по ней найти похожее место Наконец-то я нашел его Я остановился, чтобы снять панораму местности Я оцепенел от страха Кто это? Два часа ночи в выжженным газом горах в нескольких километрах от города Я уже хотел развернуться и крутить педали оттуда Пока я смотрел пути отхода, чувак исчез Надо замерить радиационный фон Вроде все в норме В подножье объекта течет горный красивый ручей На велике уже здесь не проехать Придется ползти пешком Вот оно! Это интригующее место Ядерный реактор РГ-1 Лаборатория атомных и ядерных методов анализа исследовательского типа Предназначался для получения и использования нейтронов и ионизирующего излучения Использовали РГ-1 для определения качества руды добываемой комбинатом Это проводилось путем облучения руды и дальнейшим анализом на спектрометре Чем он крут? Да это был самый северный реактор в мире Первый пуск атомного реактора предназначенного для промышленного активационного анализа состоялся в 1970 году Наверное в этих шкафчиках хранились радиоактивные вещества какие-то Сейчас померяем Я даже в шкафчик ставил прибор Все оказалось в норме Посмотрите внимательно На пульте управления установлены два самописца Я нашел один из них Вот он Очень интересный металлический шкаф Толщина стенок наверное сантиметров 20 Вот она эта находка Это оказалась перегородка между реактором и лабораторией Дозиметр вроде показывает все в норме Конечно немножко страшновато В этом месте где я сейчас хожу Как раз тот самый реактор Который ученые товарищи пытаются герметично закрыть И вообще почему объект не охраняется? Нет никаких знаков Ворота объекта открыты Повсюду валяется Электроника Приборы Инструменты Механизмы Массивные железные плиты Я специально не стал указывать координаты этого объекта И боже упаси Взять какую-нибудь железяку отсюда на память Скорее всего все знаки растащили мародеры на сувениры Надеюсь что они нарушают никаких законов И завтра за мной не придут люди в черном В общем то я обошел весь периметр норийского бывшего ядерного реактора Интересно что же вот это за штуки? Уже почти утро Ну а на сегодня все До встречи! Промежуточное видео о том как я собираю самоделки и плавлю вторичный пластик Смотри в инстаграм Ссылка под видео